Гэтый детячий дом семейного тыпа у Рашиста открыли у Снежни минулого года. Сегодня тут выховываются 10 неполнолетних. Старышему зяких 9 годов, молодшему у сяго 2. С первого вересня у семьи станет уже 6 школьников. У першиню за парты сядут Ксения и Настя. Девчинки признаются, вельми чакаюсь початку навучального года. Бо перакананы, что вучиться гэта не только корыстно, а и текава. Мне больше нравится ходить в школу. Я люблю писать, читать, рисовать. Помощник президента Республики Беларусь, головный инспектор Пагомельской области Александр Турчин у этой приемной семьи у першиню. А там у приезд починается со знакомства с жахарами дома семейного тыпу и умовами, які створены для детей. А головная мета – урушение подарунков. Для всех маленьких членов великой семьи Гульни для гульного отпочинку, для першоклассниц Ксении и Настя – школьные портфели. Это не просто допомога, а и свечения того, что держава имкнется клопатиться об каждом детстве. Чтобы у ребенка вот именно 1 сентября этот праздник навсегда остался в его сердце, как вот это теплое, светлое это чувство. И чтобы он был, придя в школу, он понимал, что он будет не хуже других, тех детей, у которых есть родители. У 62-й Гомельской средней школе до акции «Збярым портфель першокласснику» подрихтовали специальную концертно-забавляльную программу. Тут акция у Вогуля трымалась масштабной. А трымать портфели запросили першоклассников з усяго советского района. Сярод ты, кто вышел на сцену, каб урушить школьные приналежности – представники органов выканавчой улады, керавники предприемства и организаций, депутаты Национального схода, областного и городского совета депутатов, члены громадских организаций. Допомога першоклассникам до нового научного года саправды активная. Дальше у поравнаний с минулым годом колькость в ушне у перших классов все лето значно повелешилося. У тым же советским районе амально 200 человек. У совести с чем будут додатково открыты 9 пошатковых классов. Пришим, для детей будут створены усе належные умовы. Условия все созданы. Есть учебная аудитория, есть игровые комнаты, есть спальня. Дети будут учиться в условиях группы продленного дня. И, в принципе, родители могут совершенно спокойно быть на работе и не думать о том, что их ребенок не занят, не досмотрен. Мы берем это на себя.